Всем привет дорогие друзья и любители танковых побоищ! Сегодня мы с вами посмотрим на маленького Борисыча, который останется один против шести и покажет действительно очень красивый и изящный бой. В самом начале наш малец поехал на такие вот просветительские кусты, светолун здесь одного из негодничков, выдал по нему пробитие и решил смотать удочки и перекатиться поближе к своим тиммейтам. Да, судя по всему именно на СТ направлении сейчас и будет происходить весь замес, там уже засветилось аж 4 танка и здесь естественно нужна помощь нашего барабанного мальца. Вообще на этом направлении происходит какая-то ерундистика, мы видим что наши союзники не закатили налево, то есть не заняли ключевых позиций на этом направлении и получается так, что у команды красных здесь есть абсолютное тактическое превосходство над нашей тимой. Быковать здесь само собой ни в коем случае нельзя, нужно играть очень аккуратно, ну в принципе чем и занимается наш малявка Борис. Он уже второй барабан выдает абсолютно без каких-либо потерь для себя, в принципе играет грамотно, играет в такого вот знаешь, ну в общем-то кемпера. Выдал барабан и как водится сразу же спрятался куда-нибудь подальше, чтобы не получить по себе ответного огня. Вот уже готов у него очередной барабан, но к сожалению Т-34 спрятался. Не захотел он по себе получать третий барабан, счет тем временем уже 0-1. То есть происходит такой вот сливчанский уже даже 0-2. То есть для всех, да и для нашего героя в этом бою очевидно, что дело попахивает самым натуральным турбачом. Вот просто обратите внимание на этот печальный счет. Я не знаю, такие бои мне кажется они просто дико дизморалят. В таких катках очень тяжело не то чтобы тащить, а просто банально тяжело даже отстрелять свой средний урон. Но наш герой, что называется не из робкого десятка, он понимает, что нужно с этого направления ломиться. И сейчас на всех парах мчится к своим оставшимся союзникам. Попутно танкуя своей картонной кормушкой выстрел, судя по всему, от 53 ТП. Счет мы видим с вами 1-5. Это реально полнейший турбач. Пытался Борисыч выдать по ИСушке на полном скаку, но к сожалению не залетело. Тем временем наш последний союзник постепенно отправляется в ангар. За нашим мальцом само собой ведется погоня. Противники естественно хотят в этом для себя победном бою настрелять как можно больше. И сломя голову летят за фуловым малюткой Борисом. Ну что ж, остается Борисыч один против шести противников. Сейчас ему нужно как-то минусовать прогочку. И да, хорош. Минус прога, минус ствол. В этой ситуации это очень позитивно. Но в любом случае расслабляться, сами понимаете, тут вообще никак нельзя. Поэтому наш малец ломится. Ломится как можно дальше. Пытается как-то уехать и поиграть от дистанции. Ему ни в коем случае нельзя перестреливаться с кем-то лоб в лоб. Потому как терять ХП здесь крайне не рекомендуется. Да и в целом у него барабан. Барабан, да, он конечно выдает кучу урона за короткое время. Но потом, пока ты находишься на КД барабана, ты практически беспомощен. Поэтому наш герой разрывает дистанцию и оставляет для себя такое вот пространство для маневра. И тут глянь-ка кто летит. В сторону нашего мальца летит Т69. Который, честно говоря, непонятно на что он вообще рассчитывал. Видимо, как я всегда говорю, просто сломя голову полетел вперед для того, чтобы набить побольше урона в этом победном для себя бою. Но как бы то ни было, минус Т69 и кто-то из негодничков встал на захват базы. Кто-то из них, видимо, смекнул, что гоняться за шустрым Борисом это, конечно, занятие такое себе. Но тут вот новая проблемка. Сзади подъехал Эмильен, который две плюхи пердолил по нашему мальцу. Сейчас, казалось бы, Борису нужно ехать и сбивать захват. Но он решает для начала разобраться с Эмильеном. Который, судя по всему, вообще никак не ожидал такого вот мувика. Он, уйдя на КД барабана, просто ехал. Ну и, что называется, доехал. Тем временем, кто-то из противников съехал с захвата базы. Тем самым, оказав огромную помощь нашему Борису. Но, в любом случае, сейчас нужно лететь к флагу. Для того, чтобы кого-то из этих захватунчиков отпенетрировать. Они уже почти захватили базу. И времени у нашего мальца просто нет. Смотрите, на последней миллисекундочке он все-таки сбивает этот захват. И, на самом деле, делает, наверное, практически невозможное. Реально, на последней миллисекунде. Безумное напряжение, конечно, царило в этот момент. Но, все-таки, наш герой с этой проблемой справился. И вот сейчас он, уходя от 53 ТП, закатывает высушку. Выдает по ней первый выстрел. Но, к сожалению, второй улетает почему-то мимо. Да, еще и 53 ТП. Пердолил все-таки свой выстрел. И оставил нашего мальца шотным. Противники продолжают петь свою песню. Они продолжают стоять на захвате. До конца этого сражения есть еще полторы минуты. И, в принципе, время у Бориса есть. Его, конечно, не сильно много. Но, пока что, спешить и упарываться тоже еще рановато. Противники реально просто не перестают захватывать... Ой-ой-ой, ИСушка. Можно было, конечно, ИСушку отстрелить. Но вот сейчас наш герой, смотри, что делает. Он просто кидается в сторону этой опасной бутылки. И все-таки отправляет ее в ангар. Хорош. Неплохо подловил на слоу-почности. Ну и в команде красных остался только лишь 53 ТП. Который продолжает гнуть свою линию. Продолжает стоять на захвате базы. До конца сражения остается буквально 40 секунд. То есть теперь уже реально нужно как-то брать и закатывать. Прям в наглую даже брать и просто упарываться. Наш герой опять закатывает через свой, я так понимаю, любимый кустик. Пеленгует 53 ТП. Хорошо выдает по нему два выстрела в борт и оставляет его шотным. Есть еще время для того, чтобы успеть откэдэшить свой барабан. 53 ТП включает адреналин. И просто пытается как-то настигнуть нашего малютку. До конца осталось буквально 5 секунд. Ну и наш герой уже просто в наглую закатывает и отправляет последнего негодника в ангар. В общем, друзья, вот такой вот бой. На мой взгляд, это действительно очень красивый бой от маленького малыша, который действительно выиграл очень красиво и, я бы даже сказал, затащил на скиле. Обязательно пишите, что думаете. Хотя я знаю, что вы думаете. Наверное, многие напишут, что он играл против ботов в нубке. Но давайте посмотрим статистику нашего Бориса, чтобы вы не говорили потом, что он играл против каких-то новичков. Ну вот для начала статистика его некоторых противников. Опять же, чтобы вы не говорили, что он играл в нубке. Ну а вот статистика нашего Бориса. Его ник я не зачитал, потому как он такой вот, знаете, с изюминкой. В любом случае, бой он показал крайне достойный. Ну и пользуясь случаем, я, конечно же, хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто поддерживает мой канал на Бусти. Спасибо вам большое, друзья. Ваша подписка очень многое дает моему каналу. Ну а если кто-то из вас тоже захочет поддержать мой канал, то ссылка будет в описании.